В этих капсулах три имени, три судьбы, три безвременно прерванной жизни. Пока они нам еще неизвестны. Эксперты Следственного комитета вскоре назовут три фамилии, которые из перечня пропавших без вести на Великой Отечественной войне перейдут в список геройски погибших. Их души упокоились еще восемь десятков лет назад. Их кости все это время хранила степь. В этих местах зимой 42-43 годов шла ожесточенная битва за свободу от немецко-фашистских оккупантов. С тех пор окопы успели зарасти степной травой. Но у современных криминалистов появилась техника, которая видит даже сквозь землю. Возможно, это раньше был просто какой-то старый окоп, да, допустим. И прибор просто показывает видоизменение грунта относительно ровного слоя почвы. В ходе этих поисковых работ были найдены останки пятерых красноармейцев. Три имени должны назвать медальоны. Но и еще два бойца, возможно, не останутся безымянными. Их останкам предстоит пройти экспертизу. Также сотрудниками следственного управления будет проведена работа по поиску родственников красноармейцев. По завершении всех мероприятий останки будут перезахоронены в торжественной обстановке. Их праправнуки обретут могилы своих прапрадедов. Местом покоения стоит братская могила, куда можно будет принести цветы и поклониться защитникам. А следователи продолжат исследовать бескрайнюю мирную степь. Каждый герой той далекой войны должен обрести имя и место вечного покоя.